На Бэтрайдере исполняют нас на турнире только секси-бамбу в последнее время. Ну, он такой популярный, но я думаю, что это вернется, когда кончатся герои, которые начинают Драку. Да. Но клошник опять же. На Альбурге тоже не будет. Баунти Хантер. Это корейский. Это Баратрум плюс Баунти Хантер в офлейне. У них остается Кэрри. И под Баунти Хантер, скорее всего, будет Эмбер Спирит. И я думаю, его забанят сейчас. Да. Должны банить Эмбера, потому что мобильность, мобильность, еще раз мобильность. С треками, фистами просто убивать, тебе не спушить, а если ты проигрываешь Драку, там вообще карнавал. Абсолютно верно. 10 секунд. Вопрос, как... Ну, Баунти Хантер хороший. Вопрос, как они будут отбиваться этими саппортами от Баунти Хантера с Баратрумом. Потому что если кто-то, если где-то найдет Баунти Хантер вот этого бомжа первого-второго левела, да, злые... Или как вот даже в прошлой игре было. Просто побежал Баратрум, неважно. ДД, ДД, 5 ударов, 3 стана. Смотри, Ернира банится. То есть, да, боятся они не Эмбер Спирита, не Перца, а боятся они... Ернира бы там не было. Это было бы жадно. Куча милишников на всю команду, только КЛСФ, никакого АОЕ. Я думаю, что там 100% инста будет какой-то Эмбер Спирит. Конечно. У Империи в миде уже как бы, ну, могут, конечно, помочь вначале кому-то. Ну, я за инвокера вообще вот здесь. Резольдис может играть. Да, но единственный вопрос, один гирокоптер, как бы, сможет ли вывести. Там, учитывая, если будет второй кэрри, возможно, они возьмут какую-то ВР-ку. Ой, Стрэ... Да, Драгонайд, кстати, вот, да. Да, это, кстати, гирокоптер плюс ДК, Эмпайр часто играла. Да. Хороший бан. Ну... Плюс, наверное, Баунти Хантер, он в центре, по-хорошему Клау. Нет, типа, смотри, есть инвокер, он, если что, и фтонадо будет вертеть и Спирит Брейкера, и Вич Доктора. Инвокер смотрится перспективно, но, как бы, расчет на раннюю доминацию. Да. Я не понимаю, почему они забанили Эмбер Спирита. Ну, потому что Феникс постоянно себе берут... Эмбер Спирита. ...Джиггернаута. Вот Эмбер Спирит в прошлый был. В прошлый был Эмбер Спирит, а вообще берут Джиггернаута постоянно. Ну, по-моему, было одно очко или два очка до того, пока они брали Джиггернаута. Может, они переосмыслили? Вайпер, ну, это страховочка, и он тоже, как бы, довольно сильный в миде. На самом деле, вот так уже сильно, потому что есть Мека. Все герои на ранной стадии довольно эффективные. Там будет Мека, будет Хил от Даззла. Клоквер тоже против Даблы вывезет довольно много. Да? Хорошо. Ну, конечно, не идеально, но нормально. Все-таки Меку некому было делать. Да, будет Мека. Соответственно, Клоквер там пойдет у всяких там форставщиков. Не форставщики, Даззл. Меку делать не будет, потому что он будет пятой позицией. Ну, так-то MVP, на самом деле, на третий пик Апаришен посильнее смотрелся, чем Витч Доктор. Да. Если так стянуть. С другой стороны, нужен был саппорт хилища, я считаю. То есть, они просто решили поиграть. Такой себе хилища саппорт, разумеется, это ты не будешь максить хилку на первых левелах. Потому что, если вы играете агрессивно, вы играете агрессивно через Бару и через Бхару. Ну, нет в начале просто такого. Это потом, он уже такой, типа, швапа. Квапа. Это Керик. Это Керик Вапа, да. Это Керик Вапа, чтобы Клок не составлял проблемы на Лайне. Именно так. Не знаю. Ну, это неплохо, в принципе. Неплохо, в принципе. Но они себе Лейт подзаморозили. Они надеются под треками просто переубивать за счет Баратрума, Квапы, вот ранней агрессии. Да, да. Ну, то, что Лейт подзаморозили, это явно. Но все равно. Но опять же. Вайпер жирный, дазл. Очень. Ну, их агрессия может свестись на нет. Зависит от Баунти Хандра здесь больше всего. Ну, да. И более того, у них выходы. Если выходы в Лейт берем, то мы берем SF, да? И все. Которые, да. И все, да. И Death Ward. Death Ward. Представим команды? Да, давай представим команды. Начну я, наверное, с Embryx Empire. Resolution у нас будет отыгрывать на Вайпере, в то время как Хвост Александр Юрьевич на своем любимом вертолете. Далее, No Fear играет на Дазли. Young God, он же, соответственно, Aloha Dance играет на Рубике. И Фаник с Ндыном на Клокверке у Team Empire. А теперь наш любимый корейский агрессор Кьё на своем SF-чике. Дубу на Баунти Хантере. Видимо, он у них все исполняет роли, такие полу-ромящих героев. For If на Барат Руме. MP на Кэри Акаши. И Рейзен на Витч Докторе. Ну, интересно, посмотрим, как они справятся с Клоком. На самом деле, Квопа даже и Соло идеально может выиграть эту линию. То есть они могут играть более агрессивно. Но я думаю, что... А, уже прилетел на топ Рейзен, чтобы не поставили вард Клок, чтобы им отвозить и оттянуть Лайн обратно на себя. Не успели. Будем ждать, пока с MPR-цами там разберутся, скорее всего, опять. У нас есть один из таких компьютеров. Ну, как бы не компьютер, а там даже... Известное уже, так сказать, железо. Да, известная железка, которая... Нет, на самом деле ее меняли раза три. Это, по ходу, карма там этого места, знаешь, стоит. Ну, кто-то рядышком садит, кнопочка иногда... Да, зла решил взять, пардон. Да, не поиграешь. Ну, что... Рофлики-рофликами, да, сейчас... В миде все равно. Вайпер плюс суппорт смотрится посильнее, чем даже вот это все. SF, Баунти Хантер и Барат Рум. То есть мид, скорее всего, за Империей здесь будет. Топ непонятно, но, скорее всего, Клоку много не дадут. Ну, левелом по-любому получится. Ну, типа, я знаешь, что вангую, то, что сейчас Гира, соответственно, двумя саппортами пойдет в харду, стоит триплой. Нет, не будет триплой никак. Стоп, нет, да, не будет. Объясняю. Я... Сама каша. Я понял, все. Ее нельзя взять. Я просто меня в какой-то момент переклинило, я вспомнил, как они играли. Они играли, типа, отправили тени виспа в мид. Можете, опять приснился играть. Ай-яй-яй-яй. Они отправили тени виспа в мид, короче, и оставили в соло-изи стоять сайлента. Это было на дремлении. СФу не дали танго. СФу не дали танго, прекрасно. Ха-ха, зажали. Видимо, в прошлой игре. Баунтихантер захочет жрец, без проблем будет. Как бы он сейчас не загулял здесь, если он сейчас усл... А, все, никто побежал в хвост. Если бы был рядом с ним, услышал бы инвиз. Сейчас бы сюда оперативно ребята пришли с сентрями. Три сентри. Три сентрика, да. Четыре. Еще... Вот сейчас Баунтихантер может ошибиться. Не, не может. Он не будет выходить сюда, тем более, что имперцы... Заварзил, они бегут. Что там, БХ? Топ-руно, скорее всего, забудут забирать корейцы. И то они совпаска. Они не знают, где империя, а против гирокоптера Рубика, да, зла, они никак на первом уровне ничего не смогут. Да, именно так. Ну что, ждем, пока ребята выйдут на руны. Тем временем, кстати, будет ли контестить верхнюю? Топ забирает Кио. Да. Да, Лимон, наконец-то, танго выпросил. Пост, воруй руну. Четверочку. Резоль забирает, конечно же. Открывается на мид. Ну да, трипла внизу. Он просто еще не так долго в команде, чтобы воровать руну. Да-да-да. Баунтихантер уже развлекает Фанника. Фанник опоздал на свою линию, походу. Все, Крипов не стопнул, это поезд уехал. А чем он занимался? Что-то делать? Путешествие? Ну, он пытался вроде как отзонить, отзонить, да-да, отзонить эту вот руну верхнюю, типа Коги поставить, там как-то подержать, чтобы, если что, можно было бы контестить, забрать рунку, но в итоге, соответственно, все равно Кио забирает эту руну. Добла в миде, как неубиваемая. Баунтихантер здесь ничего абсолютно не сделает, и SF, мне кажется, сейчас будет тяжко раскипать. Это будет не добла в миде, потому что он уйдет. Он даст буст вайперу, там, к деньгам какой-то, и не даст SF в ласт хидить, потому что вначале это как бы, ну, как ни крути, один на один подзинает, можно душ себе набить? Главное, чтобы это не был такой, знаешь, ванскор дазл, который на единичку берет шаду вейф, а потом начинает играть в позен тачи всякие, и тем самым проигрывает. Свойку и вард от Баунтихантера. Да. На центре. Красивый, очень красивый. Просто, кстати, там тасс, этот центряк его не видит, поэтому... Кура стоит, боятся везти назад, не знаю, где БХ. БХ обходит Фанника. Фанник там, а? Ну, у Фанника... А у Фанника Коги, да, полетел. Успеет Ливич, доктор, никак не возьмут, но все равно, у Клака все не так хорошо, как могло было быть. В том, как Баратрум без проблем получил уже второй. Да, вполне спокойно. Вайпер 6-3, SF 3-1, уже там потратил почти все моно на Кайлы, и ему с каждой минутой будет все только тяжелее. Баунтихантер на миде вышел. Да, там на локу, на самом деле, нападение его подняли, Филькенеза с имфоров, разгоняется, идет на мид. Разгон на Риталюши, на данном случае. Это прошу подальше пробежать. Опачки, сейчас на эфиру достанется по голове. Ну, ну, просто размен ПХП. Если ничего не грозит, то, размен ПХП, обмен любезностями, но если Риталюши, ну, развернется, ну, там через 3 секунды от Кангу. У Empire 4 Sentry. И они, по-моему, делают то же самое, что и Вега, ошибку, они не разбанивают все кэмпы, они просто стоят на линии, хотя тут так и так, ну, ничего не сделали этому Баратруму. Особенно, когда его нет на линии, вот. А, они не банят, Варт не забанил Респус. Все хорошо. А он просто здесь, походу, просто для Вижена, чтобы понимать, где что ребята ходят. Ну, либо же, либо же была ошибка. Удобу тем временем, да, проблемы, это будет первая кровь для резолюшиона. Ну, он должен бы продумать этот момент, как бы, Баратюхантер, ему здесь вообще нечего делать априори, то есть он мог бы там хвоста гонять с Баратрумом, да, в конце концов. Он типа там, у него 15-секундный КД на инвиз, если ты выходишь на вайпера. Он на вайпере просто ничего не сделает, ну, даже если бы у него еще стан, как у СВена был, он бы все равно там таким же был бесполезным. Максиму курочку потыкать, где-нибудь походить, но и куру при этом грамотно контролирует имперство. Сев проседает, покрепляем, ему никто ничего не стакает. Да, резоль, кстати, себе уже хадресочку принес, понимаешь? Да, да, понимаешь. Легенькая. И мэджик вон. Да. Орэф в лесу, пытается просто эксплуатировать. Пойдет стакать. Баунтихантер в лес, поняв всю свою бесполезность. Ну да, хоть что-то будет делать. Опять же, Рома еще баунтихантер, который хоть как-то пытается, там, пользуясь своей командой, принести. Баунтихантер, по-моему, цепляют, может быть, убьют. Нет, ну, с одной стороны, да, ну, у Хвостинского, у Рокетберридж, он разбегается, у него там и скилы были, и все-все хорошо. Ну, это все равно хорошо, он сейчас. Хвост теряет крипов. Хотя даже так, у него больше всех, как-то фанник Акаши, там, я не знаю, почему им помешало. А, много крипов на нее идет. Я думаю, ну, как он так? Стоит на фрифарме, и крипов так мало. Миди встревает SF, может быть, нет, еще. Просто плевок раз, плевок два, просто пытается то ли набайтить Resolution, то ли еще что-то отпевать с бутылки. Я не знаю, но он так сейчас добайтится. Да, он добайтится, разумеется. Если бы Resolution еще Максио Незер Токсин, то вообще там... Ну, и, скорее всего, просто Q, знаешь, что щупает? Щупает, есть ли дазл рядом или нет, будет ли какой-то вход, будет ли в него Poison Touch и так далее. Потому что, если что, отпиться, у него бутылка имеется, но... Дазл без Poison Touch. Да, дазл без Poison Touch, это хорошо. Так, Хаста, Хаста кому достанется, да. Да, Дянь, я думаю, до того момента, когда Вайпер дойдет, чтобы время создать... О, Вайпер проблемы. Туда бежит Варатрум, а ему сбил Чардж Рубик. Да. Там руна InVisa, между прочим. Вторая руна, да. А Хаст? Хаст у Bounty Hunter. Хаст у Bounty Hunter, да. InVisa остается SF. Я думаю, что... А, вот Вайпер уже страхует, просто я думаю, что он видит, сейчас будет выход. От MVP, Вайпер старает каленый. SF InVisa, Чардж на миди. Куда? Куда, наверх, Чардж. Куда, на руну, а. Да, на Фанника, который разбирает райз, но тем временем. Ну, я думаю, что Фанника уже не отлично. А Малитник Шан. Четыре героя. Но ему это все равно, как деньги, опыт. Да. Второй фраг Каунни Тим Эмпайр, и, соответственно, первый для команды MVP Феникс. Смотрим на Файдрика, постаёмся в курсе всего, что происходит у нас на карте. Далее. Внизу у нас Хвостецкий, у которого 27 крипов за пять минут. У него все хорошо. Денюжки имеются. Клопа не сильно отстает, кстати. Она набирает обороты, потихоньку подформирует и несёт себе, несёт же себе что-нибудь. Понятно. Клопа просто стоит. Пока никакого экшена не будет. Сейчас висекшен будет на мидии. Вопрос, сколько раз умрёт SF? Или сколько раз, ну, будет вообще пытаться, какая-то команда, убить чужого мидера? Не, у имперцев есть дазл. Дазл хоть сейчас без ТП, но он ходит вокруг до околами. Давай первое, вообще, с пассивками, со всем вот этим. Так, пассивочка на двойку уже вкачана, как бы. Я про короче. Но это просто так, чтобы приближать опыт получать. Я думаю, что пока экшена не намечается, если не только есть какие-то ошибки. Я жду шестой уровень и темпи, и выхода... Курица не апнутая, с бутылкой бегает у MVP, сбегала потом руне, сейчас побежала обратно. На шестой минуте, в 2015 году. Сейчас она пробежит по ворду, паника. У них что, денег нет? Нет. Вич доктора? Нету баунт. Она... Ну, все, там без разницы, в принципе. Нормально обузит Куру. Да. Замечательно. SF в миде стоит, тусуется. Клопа пешком на шестой минуте. Ну, нет у них столько фрагов, как в форзе веге в первой игре. Ладно. И Фора, в которого четвертый уровень, кстати, на самом деле проигрывает... Ну, проигрывает ли он Фаннику? По опыту мы Фаника забыли уже давно. Фанник тоже четвертого левела. Фанник один раз умирал, один раз убивал. Ну, в принципе, у него пока что все более-менее нормально и нормально складывается. Хотя убил он... Роны пропали с ней агрессивные. Да. Баунти и иллюзия. Иллюзия, да. Так что, опять, экшн не намечается. Типа есть такая тема, что баунти всегда попадается. Очень много вроде как на стакали в лесу имперцев. Игналу промахивается кулдауном. Чуть-чуть не подрассчитали тайминг выхода Рубика. И я не понимаю, там был фейтбол, кстати, между прочим, телегназиса не было. Да, да, ну как-то не подрассчитали. Он летнулся. Он через крипов давал фейтбол, соответственно, дальше... По-моему, MVP готовит выход на топ. Там уже два героя и баунти-хантер за нее. Ушли, ушли. Все-таки там Коди, ТП с Греймом. Вот это вот все авантюрное решение. Разумеется. Это плюс еще, соответственно, эти батарейки, которые еще подстанет. Раз там было. Сколько раз делала, что называется. Так. Что у нас с ССФ и МСФ? Кайлами пытается выфармливать то, что было на стаканами в лесах. Подстакивать себе еще. Ну и, в принципе, как-то за счет этого пытаться выживать, набирать себе крипов. Потому что крипов у него вообще нет. То есть, 31 крип за счет того, что он уже 2 км в лесах. Ну, а сейчас такой герой, который разгонится, ему главное не умирать. Да. И под... Баунти-хантер на миде получает. Но у Резоли все очень хорошо. Прекрасно, абсолютно. В принципе, как у хвоста. Попа непонятно, где она успела. В топе нападения на паника, но там ничего не будет. Так, хвост где-то кидал кулдаун, а он... Да, он просто в крипов. Он оставил Рубику в спу, фармит. Ой, панику-то! Ой, 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 Соник Вейт под тавер, да. Плюс, посмотрим, сколько там. Но уровень, как минимум. Да. Ровно уровень. Это невезение. Да. Тебе они внизу, посетского приняли. Бх, соответственно. Да, нашел его в спу, фармящего стакет. Более того, откинулся он уже по кулдауном в крипов, поэтому... Дальше ничего не было. Чардж. Чардж на Рубика. Что будет делать у нас Алоха? Алоха будет молиться на то, чтобы не прокола больше башей. Откидывает фору, и фору будет сюда уходить. Потому что дальше больше там ловить нечего. Да, по сути, ему ничего там не угрожает. Только если 10 пашей подряд. Такое бывает.